Председатель правительства Российской Федерации встретился со святейшим патриархом московским Евсея Руси и руководителями традиционных религиозных общин России. В ходе беседы, организованной по инициативе предстоятеля в патриарше-резиденции Свято-Данилово монастыря, обсуждались вопросы общественно-политической жизни в стране. Представители традиционных религиозных конфессий России обращались к Владимиру Путину как к кандидату в президенты, выступая с конкретными предложениями и пожеланиями. И беседа действительно оказалась содержательной. Внимание уделили многим сферам, немаловажными из которых являются образование, воспитание и просвещение. Что произойдет с нашей молодежью через 6 лет? А что произойдет через 12 лет? А если это массовым будет идеал потребления и массовым будет идеал отваливать туда, где можно больше заработать, мы потеряем Россию. Вот это самый важный стратегический вопрос. По мнению премьеры, необходимо всячески поддерживать стремление церкви участвовать в образовательном процессе и в дошкольном воспитании. Говоря о появлении с нового учебного года в школах обязательного предмета основы религиозных культур и светской этики, Владимир Путин отметил, в целом обществом эта практика воспринята положительно и получила очень хорошие результаты. Важно, чтобы этот предмет не превратился в будущем в формальный ликбез. И поэтому преподавать подобные дисциплины, конечно, должны хорошо подготовленные люди. Прежде всего, конечно, теологи. И нужно подумать о том, чтобы эта дисциплина теологии наравне с другими гуманитарными дисциплинами появилась в наших высших учебных заведениях. Поднимался и ряд других важных тем, в частности, коснулись демографии и проблеме абортов. Сегодня общественное мнение склоняется к тому, что делать аборт или не делать аборт – это выбор самой женщины. Но ведь даже уважая такой выбор, государство, которое озабочено состоянием демографии, должно подумать о том, что сделать для того, чтобы этот выбор в пользу аборта радикально сократился. Если мы сократим в два раза аборты, исходя из цифры 4 миллиона, то за 20 лет у нас будет 40 миллионов населения. Плюс только по программе сокращения абортов. А если к этому добавить программу стимулирования семей, рождаемости? Решение демографической проблемы, по мнению Владимира Путина, не может быть без поддержки семьи. Это традиционное направление деятельности религиозных организаций поддержки семьи. В этой связи не могу не поддержать предложение патриарха Московской всей Руси Кирилла об организации центров поддержки семьи в каждом городском округе и муниципалитете. Прозвучала высокая оценка роли Русской Православной Церкви в различных социальных и образовательных проектах. Отмечалась значимость совместных инициатив религиозных объединений, в частности, под эгидой Московского Патриархата. Много говорили о поддержке со стороны государства и о том, что необходимы условия для совместной эффективной работы, особенно в области социального служения, помощи нуждающимся. Считаю, что некоммерческие организации, созданные при участии Церкви, должны иметь доступ к конкурсам на государственные и муниципальные задания по оказанию социальных услуг. Должны иметь такой доступ наравне с бюджетными учреждениями. Диалог, по словам его святейшества, позволил обменяться мыслями, почувствовать и осознать очень высокий уровень согласия по основным вопросам развития духовной, нравственной, культурной, образовательной и прочих важнейших жизненных сфер нашего государства.